Путин заявил на моей памяти, это по сути впервые, о проблемах в экономике, он же там говорил, что там ВВП у него выше горы, вообще экономика не поддается санкциям. Ну такое заявление, говорит значит это и внешние санкции, и наши собственные структурные ограничения, включая дефицит кадров, ну не надо же было посылать всех умирать на наш фронт, и технологии, и логистику, Путин прямо перечислил эти проблемы. И в понедельник во время совета с представителями своего кабинета министров, кремлевской администрации, вот такое и заявил. А Росстат начал еще и скрывать данные об инфляции, он и раньше много о чем уже скрывал, а тут еще и это. А это тоже с какой целью? Это же не просто так он сейчас признал, почему? Нет-нет, он похоже сожрал таблетку правды, действительно, в этот день его понесло, потому что те пункты, которые он выдал, действительно он по пунктам расписал, что происходит с Россией, с ее экономикой. Даже для меня был один абсолютно новый пункт, про логистику я не знал, например, что, ну просто никогда не задумывался о том, какие проблемы в России с логистикой. А со всем остальным, да, безусловно. Первое, инфляция. Значит, есть же статистика, которую Росстат скрывает, а международные экономические институты ведут, потому что есть независимые, скажем так, индикаторы, по которым вы можете это понять без всякого Росстата. И вот Россия занимает сегодня восьмое место в мире по инфляции, а ведь до этого Россия тут хвасталась во время Брикса, что она стала третьей экономикой мира. То есть они уже заврались там куда-то совсем. Они, чтобы вы понимали, где-то шестидесятая экономика, ну на душу населения. Но рассказывали, что третья. По абсолютному увеличению даже, по абсолютному увеличению, они там в десятку не входят, но упорно рассказывают. Так вот, по инфляции. Вот я вам специально перечислю все страны, которые выше над Россией. Вот в России на восьмом, да, на седьмом – Малави, на шестом – Гана, на пятом – Нигерия, на четвертом – Египет, на третьем – Зимбабве, на втором – Аргентина, на первом – Турция. Это страны по инфляции. В России 21% с начала года инфляции. То есть, заметьте, это все, весь список, который я зачитал, это Брикс. Кандидаты в Брикс. Да, да, прекрасно просто собрались. Кроме Аргентины, которая… Аргентина вовремя сбежала, но просто там еще президент Милл и не успел остановить инфляцию. Все остальные страны – это кандидаты в Брикс. То есть, вот как бы, у вас 25% инфляции, приходите в Брикс, вам будет хорошо, вам будет счастье. И Путин, я думаю, вынужден был признать, потому что, ну, уже там слишком все все видят. В смысле, все зрители, жители, жители местные, но им некуда деваться. Они же видят, что там за год, когда подорожало на 25% в среднем, значит, большая часть товаров, значительная часть товаров, ну, квартиры же у них не подорожали на 50%, так? Значит, у них на 50% подорожала еда и лекарства, условно говоря, и там транспорт и так далее. И это все приходится уже признавать, это уже не спрячешь. Дальше. Ну, вот сегодня были сообщения, и, кстати, в этом было, в Вашингтон-Пост тоже было про это, что не могут заполнить никакие вакансии. В Сибири нет больше водителей автобусов, троллейбусов. У нас тоже давно нет в Киеве. У нас проблема, половина маршрутов не работает, потому что все на войне. А у них в России тоже нет больше водителей, потому что все на войне. Все сбежали на войну. У них сейчас врачей нет, знаете, в больницах. Я просто вчера специально общался там с людьми. Нет врачей в больницах. Ну, нету. Потому что все на войне. И так по множеству позиций. Вот тот же Вашингтон-Пост приводит цифры, что, значит, зарплата упаковщика сникерсов. Знаете, сколько сегодня в России? Сникерсы паковать в полиэтиленку. Предлагают, ищут такого, но не могут найти. Пишут срочно и так далее. Любые условия, трехразовое питание, проживание, все. Плюс зарплата 4 тысячи долларов в месяц. 4 тысячи долларов в месяц. Но нету, нету упаковщиков сникерсов. Просто нету. И Путину некуда деваться. Поэтому нужно как-то обозначить, что это есть. Чтобы потом сказать, что я же говорил. Какого черта вот этот не предпринял меры? Ну-ка Силуанова сюда на тюрьму. Ну-ка Набиулину на тюрьму. За то, что не предприняли вовремя меры. Я ведь указывал вам, что надо делать. Но это впервые. Действительно, впервые он такое говорит. И это... И говорит им чистую правду. А вы верите, Михаил, в то, что... По крайней мере, если верить в Financial Times, которые показывают очередной план Трампа по окончанию войны. Там тоже и по ее заморозке, по демилитаризированным зонам. Там есть очень интересный пункт, который уже уничтожал, в принципе, Советский Союз. Я сейчас о том, что Трамп может отбить практически российскую нефтянку, скосив цены на нефть и производя свою drill baby drill по этому принципу действовать и заполнять рынок американской нефтью, газами не только. Насколько это реалистично к исполнению? Могло бы действительно эту военную гидру Кремля уничтожить? Я не разбираюсь в ценах на нефть, потому что в них вообще мало кто разбирается. Можно ли их вот этим способом поменять или этим? Это, знаете, самое неточное. Цены на нефть – это самая неточная наука в мире, похоже. Потому что я пытался разобраться, но я чем больше слушал разных специалистов, абсолютно противоположные. Прямо противоположное мнение, поэтому мне трудно в чем-то укрепиться. Вот знаете, как вчера в Вашингтон-Пост – это статья, где про разрушение российской экономики. И там при этом написано, что несмотря на всю эту стакфляцию, которая происходит в России, значит, я сначала прочитал заголовок в украинской какой-то газете, где написано, что Россия в таком режиме еще может несколько лет спокойно существовать. Ну, как интересно, а почему? Полезу-ка я в первоисточник. Ну, это со ссылкой на Вашингтон-Пост. В первоисточнике Вашингтон-Пост такого заголовка нет. Но внутри текста, где анализируется процент инфляции, учетная ставка, что там происходит с зарплатами и так далее, и так далее, дальше написано, вот по мнению экономиста-иноземцев Россия сможет еще несколько лет. А, ну да, конечно, да. По его мнению, и тысячу сто лет, наверное, может. Вот. Но это по мнению экономиста-иноземцева. То есть это один экономист. Он так считает. Он действительно известный экономист достаточно среди россиян. Но он же один. Но он один, понимаете, один. И нет такой вот теории, которая доказывала бы, что это может существовать или не может существовать. Когда я слушаю лауреатов, скажем так, мировых важных премий, и людей там действительно из первой двадцатки мировой экономики, мировой, не российской, то, по их мнению, не может. Но они не могут. Но при этом они, честно говоря, что посчитать сколько лет, они тоже не могут. Вот потому что эти цены на нефть они посчитать не в состоянии. Но есть один показатель, который нам тоже чистосердечно рассказал Путин. Вашингтон-Пост пишет, что в следующем году, например, в бюджете на войну российском, 103, я сейчас скажу, 140 с чем-то там миллиардов долларов, что это 8% ВВП России. 8% ВВП. Но в России есть, кроме 40% от бюджета, это 8% ВВП. Но кроме 40% от бюджета, там же заложено еще процентов, ну как минимум 20, а может и больше, на закрытые статьи бюджета. Это ФСБ, Росгвардия и так далее, которые тоже воюют. Там же на войне. ФСБшники охраняют границу, Росгвардия расстреливает пленных и так далее, и так далее. И это еще 4% от ВВП. Таким образом, скорее всего, общие расходы на войну российские составляют 12% ВВП. Путин в начале этого года выступал с обращением к Федеральному собранию. И он сказал, в свое время Советский Союз сумели, говорит, как развалить проклятые западные эти... Они его втянули в гонку вооружений, и у нас расходы на оборону достигли 9% ВВП у Советского Союза. И поэтому, конечно, говорит, Советский Союз обанкротился. А в России сейчас уже 12%. Понимаете? Вот это точно путь. Вот это путь, который можно измерить. Нельзя измерить историю про нефть. Но можно измерить историю, сколько процентов ВВП ты тратишь на войну. Причем ты страна третьего мира с отсталой экономикой. Ты не Америка, ты не Израиль, ты не Южная Корея. Ты именно отсталая страна, которая так тратится на войну. И через сколько времени ты будешь есть траву? Спросите у жителей Северной Кореи и Ирана. Северной Кореи